На календаре пятница это значит, что свежая Денцовская неделя уже ждет своего прочтения. Давайте вместе посмотрим самое интересное в номере. Прошлогодние листва, засохшие деревья и кустарники стали объектом стартовавших в округе первых субботников. А вы знали, что ветки, которые собирают субботний десант, отправляются в дробилку, а полученную щепу используют для подсыпки дорожек? Уверена, что нет. Читайте наш репортаж и узнавайте, как приводились в порядок первые зеленые зоны после зимы. Два десятка лет назад наш корреспондент побывал в Байконуре на Гагаринском старте. А не так давно увидел и то место, где закончилось путешествие первого космонавта. Многие одинцовцы помнят 12 апреля 1961 года. А для кого-то День космонавтики даже стал символичным. День космонавтики И вообще отличный, на самом деле, день. В этот день я познакомилась со своим мужем. Мы ездили в музей в Калуге, в музей космонавтики. Я училась тогда в шестом, по-моему, классе, когда на перемене объявили, что полетел в космос Гагарин. Мы там кричали, охали, ахали. Было очень интересно, на самом деле. И очень радовались. После этого уже отмечали более скромно. В чате одного из многоквартирных домов в Немчиновке разлетелись фото и видео странного прицепа во дворе на автомобильной парковке. Любопытство взяло вверх, и местные заглянули в расшатывающийся фургон. А там новые соседи. В русской культуре ее называли зеленым кипятком. Жалится, кусается и растет везде, где ее не просят. Но на самом деле крапива еще с древних времен – кладезь витаминов и ценное сырье. О необычном применении огонь травы знают и наши жители. Ну, очень полезное растение, на самом деле. Сколько себя помню, еще в детстве всегда собиралась бабушка ее. Сушили. Ну, естественно, летом она была в свежем виде. Добавляли в корм. В корм, корм. Я знаю, что варится из крапивы суп, но не пробовала. Ну, я знаю, она в салат применяется, в ней йода много. Вот, потом ее тоже засушивают и применяют как наружное заживляющее средство. Из крапивы делают очень хорошие и модные в последнее время ткани. Потому что они, во-первых, гипоаллергенные, во-вторых, они достаточно недорогие и такие похожи по качеству на лен. То есть, естественные. Эти и другие новости уже ждут вас в свежем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можно найти на наших фирменных стойках, а электронный на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok